Здравствуйте, уважаемые читатели 19.русинфо. У нас сегодня неожиданный гость. Бывший руководитель управления по борьбе с картелями ФАС России, наш земляк Андрей Тенишев. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень приятно. Андрей Петрович, почему вы решились на разговор с нами в 19.русинфо, такое СМИ, которое не раз позволяло весьма жесткие высказывания в ваш адрес? Ну, знаете, это вообще в моих правилах, да, работать с любыми средствами массовой информации, общаться, потому что особо мне скрывать нечего. Это первое. Ну, второе, кроме и Ахакасии, про меня кто чего только не писал. Вот, если я буду там нервно реагировать на все, что обо мне написали плохо, ну, не знаю, никакого здоровья не хватит. Ну, и последнее, почему не поговорить-то? Мне есть что сказать. Вы в последнее время стали часто обращать внимание на Ахакасию. Вам поступают какие-то предложения, ожидать какого-то назначения вашего в регионе? Ну, я не знаю, слушайте. На самом деле, я работаю, да, я заведую кафедрой конкурентного права в президентской академии РАНХИКС. Вот, других предложений о работе, но они есть несколько, да, но я пока не хотел о них говорить, но это не связано с Хакасией. Точно. Что касается Хакасии, но мне никто ничего не предлагал, поэтому я думаю, пока прежде время. Предложат, тогда будем обсуждать. То есть, не на региональном, не на филиальном уровне назначение, связанное с Хакасией, вам не поступало. Точно. Вас называют человеком с командой Артемьева. Он сейчас ушел, и многие из его, скажем так, птенцов нашли, получили достаточно высокие посты, а вы пока что нет. Но, если говорить о тех, кто уже назначен, то они ушли раньше меня. Поэтому не критичный совершенно срок прошел с момента моего ухода из службы, это первое. А второе, ну, команда у Игоря Юрьевича была сильная. Это очень хорошая школа. Вот, и школа жизни, и школа профессиональная. И несмотря на то, что я уже... Мне уже за 50, но у него есть чего поучиться. Сейчас много говорится о том, что антикартельного управления, в принципе, больше не существует. Оно существует. Но не работает как раньше. Но вы видели за последние, там, полгода хоть одно объявление о крупном выявленном картеле. Я тоже. Это первое. А второе, вот вы сейчас выйдите в магазин, да, зайдите в строительный, в продуктовый, посмотрите, что с ценами происходит. Вот. Я думаю, вывод, вывод однозначно. А второе вопрос. Когда цены расти начали? Несколько месяцев назад. Вот смотрите, 20-й год. Помните, да? Удар первой пандемии, а все привычные экономические связи были разрушены. У нас там Китай закрыла границы, Европа закрыла границы. А мы сильно зависим уже от поставок из Китая, из Европы. Внутри страны связи начали нарушаться, самолеты не летали, там где-то кордоны вводили, пропускной режим и так далее. Локдаун. Заводы закрывались, стройки стояли. Торговля, ну, кроме торговли продуктовым питанием, не работала. Мы как год пережили. Я посмотрел специально по Росстату. Да, в середине года вот такие какие-то всплески были цен, но мы их гасили, и мы в пределах инфляции закончили прошлый год. То, что мы руку держали на пульсе и реагировали, и реагировали достаточно жестко, но самое главное, реагировали своевременно. Сейчас я такого не наблюдаю. Ну, то, что вот происходит, вы сами все видите. Вернемся все-таки к Хакасии нам. Это больше интересно. Лично у нас, может быть субъективно, но сложилось впечатление, что вам кто-то давал установку специально мочить Хакасию. Причем эта установка пришла именно после 2018 года. Интересно просто знать, что вами двигало в тот момент. Я имею в виду, наделавшая много шума пресс-конференция в ТАСС, где акцент был сделан именно на Хакасии, хотя и в других регионах СФО картельных сговоров хватает. Картельные сговоры в других регионах СФО были, но если быть объективными, то впервые мы Хакасии предметно начали заниматься в 2016 году. В 2016 году, когда у нас начала поступать первая информация, что здесь не очень хорошо с госзакупками лекарств. Я отправил сюда своего заместителя МОХа, он провел здесь совещание, пресс-релиз на сайте ФАС есть, можете посмотреть. Там фотография МОХ, прокурор республики, другие правоохранители. Это был, если я не ошибаюсь, декабрь 2016 года. С чем Владимир Владимирович приехал? С материалами о том, что существует картель. Вот и мы этот материал начали отрабатывать. Результат это антимонопольное дело, сговор участников закупок и сговор этих участников с государственным заказчиком. Результат, решение мы вынесли, оно устояло в судах. 200 с лишним миллионов штрафов мы наложили на этот картель. И это был тот самый картель, который потом стал уголовным делом вызова, небезызвестным. Те же самые компании, те же самые персонажи. И мы параллельно с правоохранителями двигались. Просто про дело Безова писали все. Но оно было интересно. Это одно из самых громких, наверное, дел на госзакупках за последние пять лет. Я их всех поименно знаю. Большая заслуга местных правоохранительных органов в том, что они это сделали. Они не единственные в стране, таких дел на самом деле достаточно много. Но это было одно из первых, одно из самых громких. А мы спокойно рассмотрели, оштрафовали. Причем мы оштрафовали не только региональных дистрибьюторов. Мы оштрафовали компанию Airfarm. Это один из лидеров нашего фармрынка. И поверьте, это было очень и очень непросто. Давайте уточним. Но потом, после того, как этот картель был выявлен, какое-то время на госзакупках было все спокойно. Видимо, это послужило уроком для многих. Мы заметили, это не только наше наблюдение. Есть научно-исследовательская работа о влиянии этих картельных дел на госзакупки. И вот Хакасия там среди регионов, упомянутая, исследовали ученые Уральской юридической академии, где после громких вот таких картельных, либо уголовных дел, связанных с госзакупками, экономия бюджета возрастает вдвое. Вот она возросла. Вдвое начали торговаться, начали снижать цену. Мы не видели какой-то небольшой период, больше года, наверное, никаких таких заказных аукционов. А потом все началось заново. Вот, собственно, и все. Причем, дорогие, вы же первые об этом начали писать. Вы вспомните, когда задержали Новикова, да? Кто первый написал, да? Как так дважды судимый товарищ стал лидером госзаказа в республике? Вот мы задались ровно таким же вопросом. Как это произошло? Ну вот, собственно, и все. Сейчас мы еще дойдем, вы говорите о Валиеве, мы еще до него дойдем. Но давайте вот вернемся конец 16-го, начало 17-го года. После того, как было возбуждено уголовное дело по Базовской ОПГ, на ФАС обрушилась проверка прокуратуры. И это же проверка прокуратуры выявила, что как раз ФАС никаких действий-то не предпринимала. Итогом проверки стало, что ФАС в один день составило 17 протоколов по нарушению закона о закупках, привлекая и чиновников, и коммерсантов. И вот вопрос, почему этого было не сделано раньше? Почему только после возбуждения уголовного дела? Ну, смотрите, я сейчас не готов сказать, что было раньше, уголовное дело, Базовое или антимонопольное дело. Они были примерно в одно время. Честно, это по датам сравнивают. Я имею в виду протоколы на местном уровне, не на местном уровне. Это же другие совсем нарушения. Это нарушения процедурные, нарушения 44-го закона, которые на самом деле, ну, они же малозначительные. Там, смотрите, штраф максимальный 50 тысяч рублей. 50 тысяч. Ну, чем не менее. Не 200 миллионов, да? Поэтому говорить о том, что здесь у ФАС укрывал картель, это просто совершенно безосновательно. Не картель, но это на мелкие нарушения. Может быть, местное управление упустило. Я тут не готов сказать, потому что я не видел результатов проверки. Я знаю, что вот той проверки 16-го или 17-го года, две последних проверки, которые были в управлении, вот это был уже 19-й и 20-й год, вот я точно знаю, я видел результаты этих проверок, что там нарушений никаких не обнаружено. Поэтому даже если какие-то нарушения были, я думаю, управление сделал правильный вывод, да, и постоянный контроль со стороны прокуратуры говорит о том, что они работают нормально. Но тут вопрос же, а почему не писали про антимонопольное дело Бузова? Мы пресс-релизы все размещали. Из СМИ никто на это не реагировал. Если бы они появлялись, СМИ, вы бы их точно размещали. Я вам пришлю все ссылки на все пресс-релизы по Бузовскому делу. Если вы мне дадите электронную почту, ватсап, это все было. Значит, они были постфактум и уже были автошоками после уголовного. Ну, давайте, по датам надо разобраться. По датам разобраться. Ну, смотрите, салфакт, ведь вынесено решение, картель в Хакасии, нет реакции. 200 миллионов штраф, картель в Хакасии, нет реакции. Ну, я к вам вопрос, Риталь, вы что про это не писали? Да нет, мы писали. Ну, давайте, давайте поднимем. Вот, а поэтому то, что произошло в 2018 году, да, когда все вернулось на круги своя, конечно, нас не могло ни задеть, ни потревожить. И мы начали проверять, почему. Закончилось это тоже целым рядом дел. Ну, причем дела там не такие, может быть, масштабные, да, там нет 100 миллионных штрафов, пока вот на сговор участников торгов и госзаказчиков по тем же детским садам, там миллион с небольшим рублей. Но там и компании были поменьше. Поменьше, потому что у РФАРа он был большой, а сумма штрафа зависит и от выручки компании, и от начальной максимальной цены контракта, где компании сговорились. Второе дело сейчас приостановлено Хакасским управлением, да, пока апелляция не по уголовному делу Новикова не пройдет. Не прошла. Не прошла, по-моему. Прошла. Ну, если прошла, тогда, ну, не готов, я сейчас не сильно слежу, мне там в ежедневном режиме не докладывают. Вот, и как раз вернемся на пресс-конференцию ТАЦ. Приведу вашу цитату годичной давности, это как раз был октябрь 2020 года. Речь о торгах по строительству Туимского психоневрологического диспансера 700 с лишним миллионов в строительстве дорог и социальных объектов. Из 1,6 миллиарда, порядка миллиарда, строительства в рамках нацпроектов. Все так и есть. А при чем здесь дороги? А потому что Синодекорс его устроен, еще и дороги строили, и ремонтировали дороги. Там подряд на дорогу совсем. Давайте я вам пришлю все, у меня, слава богу, все данные по госконтрактам есть, и как они выигрывались, эти данные есть. Ну, я, конечно, может, там немного приоткрою, что называется, тайну следствия, да, то есть тайну того дела, которое рассматривается в управлении, но это все есть. И суммы контрактов есть, и как эти контракты выигрывались. Вот, решение еще не вынесено, да, я не могу сказать, что там есть картель, что там есть сговор с заказчиком, но подозрение есть, и поверьте, это обоснованное подозрение. Но вот сейчас вы говорите, что не может прижать, есть подозрение. А год назад-то вы говорили, что... Я тоже самое сказал, что деньги освоены при сомнительных обстоятельствах. Но по дорогам Валиев никогда не строил дорогу. Ну, дайте почту электронную, я вам пришлю весь перечень госконтрактов, которые эти компании получили. Вы задавались вопросом, как он получает госконтракты. Но опять же, если у фирмы все в порядке с документацией, если он заявляется, и он предлагает низкую цену, это же очевидно, он победит. И вот как в этом случае с ним поступать? Причем здесь, по нашему мнению, необоснованная претензия к республиканским властям, здесь скорее к законодателям нужно... Ну, как, почему? Ну, смотрите. Собственно, вы же сами писали, и материалами дело это установлено. Подождите, за что он получил взятку Новиков? За то, что он обеспечил победу Синодекору, да, в торгах? Нет, это абсолютно не так. Есть, есть. Новиков пришел тогда, когда Синодекор уже получил. Правильно, и был второй этап. Там дела-то в том, что эту закупку разделили на несколько частей. Первую он выиграл без Новикова, вторая была уже бытность Новикова. Давайте приговор откроем, прочитаем. Ну, давайте уж и... Новиков с него же не допускают. Ну, просто в том, что... Он мог блефовать? Вопрос-то в том... Ну, если бы он блефовал, это было бы мошенничество. Мы почему ждали приговора суда, да, чтобы правильно квалифицировать действие? Был сговор с властью или нет? Если бы ему вменили мошенничество, да, и он обманул тот же Синодекор и взял деньги за то, что он не может сделать, это был бы приговор о мошенничестве. И тогда претензии по сговору с властью бы отпали. Но приговор совсем за другое. Да, за взятку, как должностному лицу. За обеспечение покровительства на торгах. Вот что такое покровительство на торгах, как не сговор? Нет. Он получил взятку за другое, за то, что объект будет принят без проблем. Давайте приговор откроем. Дальше. Если вот этого в приговоре нет, если этого в приговоре нет, или апелляция эта исключила из приговора, не будет претензий и по сговору. Если у ФАС не найдет других доказательств этого сговора. Но вот, чтобы возбудить дело по сговору с властью, это было достаточное основание. Да, вот задержание Новикова, и то, что следствие, и та версия следствия, что он на самом деле все-таки получал, это за покровительство на торгах. Если антимонопольная служба решит, что все-таки сговора не было, а получается, тогда... Ну, там есть еще второй пункт обвинения. Это сговор Синадекора и Волстроя. Да, то есть, когда компании вместе выходят на торги, при этом договариваются не снижать цену. Либо второй вариант, когда одна компания идет на один аукцион, а вторая идет на второй. Но не просто потому, что так сложилось. по каким-то там экономическим, историческим обстоятельствам, а потому, что они договорились. Это картель. Но это уже без участия правительства. Но это уже без участия правительства. Поэтому мы и взяли тайм-аут, чтобы дождаться, о каких будет приговор. Поэтому, собственно, и приостановили дело, чтобы не ошибиться с квалификацией. Но у вас, как у уроженца Хакасия, душа-то не болит, что у региона такой вот имидж? Слушайте, у меня душа болит, что у региона имидж такой. Но имидж-то почему? Потому что кто-то, извиняюсь, хулиганит на госзакупках. Вот откуда имидж. Это же надо задавать вот этим ребятам вопрос. А вы как? Как так все это происходит? Госконтракт. Строительство детского сада. Поступают деньги по госконтракту. Сейчас правительство все эти деньги завело в единую систему. Вот начиная с момента планирования закупки, заканчивая сдачей в эксплуатацию. Есть вот координационный центр, который открывал председатель правительства, который презентовали президенту. Все госконтракты по национальным проектам там. Каждое движение денежных средств там. ФАС вот в этом участие принимает, потому что казначейство деньги выделило, торги объявили. Вот ваша зона ответственности. Торги прошли честно. Торги закончились, госконтракт подписали, деньги перечислили. Дальше казначейство и налоговая смотрит, а куда они пошли. Ну посмотрели, куда пошли. Ну что вы скажете, если две трети от суммы госконтракта было обналичено в первые три дня. А на оставшуюся треть начали строить. Чего построили? Ну вам показали, да, ведь? И вы сами, наверное, показывали фотографии того, что есть. Очень красивые фотографии. Да какие красивые фотографии? Ну бог с вами, убожество же. Чего делать, если в детский сад в Табате, а пищеблок в соседнем старом здании? То есть надо или носить еду туда детям, либо детей зимой там водить в этот старый пищеблок. Сколько разговаривали с жителями, они все довольны. Ну, если не было ничего и построили что-то, конечно, они будут довольны. Но если бы они знали, сколько можно было бы построить, если бы две трети госконтракта куда-то не ушло, я думаю, они не были бы довольны. Но опять же, а где результаты? Правоохранительные органы? Уголовное дело возбуждено, расследуется. По какой статье? 285-е, злоупотребление должностных и полномочий. Но это все-таки за подписанные документы? Нет. За подписанные документы там уже по служебному подлогу, дела там расследованы, что-то уже в суд ушло. Нет, это отдельное уголовное дело. Они им тоже не писали. Но тут надо отдать должное, и прокуратура не афишировала. Но оно и есть. Какой будет результат, не готов сказать. Было бы оно у меня в производстве, я бы сказал. Какие есть прогнозы? То есть вы считаете, что в Акассе действительно был вот этот вот картельный сговор? Да. Смотрите, вот ладно, с этим, с детскими садами. Мы дальше смотрим по другим объектам. Приходят деньги, нанимается компания на суд подряд. Ей перечисляется сумма, не помню, около 10 миллионов рублей. И дальше компания пропадает, 10 миллионов пропадают. Начинаю смотреть, вот товарищ 9 раз судим за кражи. Отбывал наказание, вышел, зарегистрировал вот эту фирмешку, получил на нее 10 миллионов, и дальше сел за кражу велосипеда. Где 10 миллионов? Это я вам только один эпизод рассказываю. Я вам могу таких эпизодов рассказать много. Это же проблема не только в Акассе, это на федеральном уровне. Правильно, проблема на федеральном уровне. А в том, что пропадают подрядчики, которые выигрывают госконтракты, винить власть местную? Не об этом. Я так говорю о том, что кто кормится вокруг госзаказа. Вот смотрите, возьмем вот эту группу Безова. Ее осудили, это преступное сообщество. Там хоть один судимый есть. Там же все, что называется, белые воротнички. Это предприниматели, которые пошли на такой шаг. Осудили. Мы смотрим примерно то же самое, что с Безовым, только персонажи другие. У одного две судимости, у другого 10 судимостей, у третьего одна судимость, и он отбыл лишение свободы. И дальше можно перечислять. То есть мы худшее заместили на еще худшее. Так ведь получается. Но чтобы этого не происходило, вот что в данном случае должны предпринять местные власти? Есть зарегистрированная фирма, которая все в порядке, документами опять возвращаемся. Она выходит на торги, она побеждает, предлагая низкую цену. Ну, во-первых, не низкая цена была. Цены были не низкие. А у всех проценты снижения цен тоже пришлю. Пришлю. Там минимальное было снижение, либо вообще не было шагов, либо один, там, два шага. Там, где была конкуренция, где была реально снижена цена, а несколько таких аукционов было, ну, по этим аукционам претензий нет. Там огромный набор аукционов, где ничего не снижалось. А что делать, если вот они заявляют такую цену и не сбавляют? Обращайтесь в ФАС, обращайтесь в правоохранительные органы. Госзаказчик первый, кто это видит. Первый, кто видит. Я об этом говорил не только в связи с Хакасией. Я об этом говорю уже там последние лет пять, что, ребят, ну, госзаказчики, это первые, кто видит все безобразия. Вторым это видит ФАС, третьим это видит прокурор. Вот по всей стране, по всей стране, у нас единичное обращение от государственных заказчиков. У нас Роснефть обращалась. Они говорят, смотри, эти хулиганы на торгах не снижают цену. У нас Россети обращались, у нас Вологд, я помню, комитет по госзакупкам обращался, и там огромные карты выявили. Ну, вот, собственно, все. Но тут же вопрос какой? Власть это не видит или не хочет замечать? Ну, не очень хорошо, но обязанности писать заявление нет. Это уже такая морально-политическая ответственность. Можем предположить. А второй вариант, второй вариант, это сговор. Кто-то берет взятки. Ну, вот, пример с Новиком, это показательный пример. Ну, ладно. Кто-то ставил как-то при своем пении, за что он получал взятку Новиком. И не один Новиков. Вот смотрите, во Владивостоке бывшего мэра осудили. Вот была точно такая же история. Зампреда правительства в Астраханской области осудили. Точно такая же история. Начальника эксперта криминалистического центра МВД не осудили еще на уголовное дело в суде. Такая же история. Бывшего губернатора еврейской автономной области. Вот сейчас недавно приговор состоялся. То же самое. Сейчас в Липецке расследуется и антимонопольное дело, и уголовное дело. Так, во Владимирской области. Дальше я могу еще перечислять. Долго-долго-долго. Но долгое почему-то хакасио. Почему? Вы откройте. Пишут, писали про все. Челябинский губернатор. Там губернатора обвинили в сговоре. Понимаете? С участниками торгов. Он в отставку после этого ушел. В Иркутске губернатора обвинили виновным в сговоре. Он тоже ушел в отставку. И там доказательства были. Там, правда, уголовных дел, к сожалению, не было. Но антимонопольные дела были. Они через все суды прошли. Там штрафы. 483 миллиона в Челябинске только. Тоже дороги, кстати. Дорожное строительство. Вы задавались вопросом, почему не пишут заявление. Можно предположить, почему. Потому что, как правило, деньги выделяются в рамках нацпроекта. А эти проекты ограничены, жестко ограничены сроками. То есть власти либо допустить срыв нацпроекта, потому что придется заново объявлять конкурс. Либо закрыть глаза и пусть завышенной ценой, но мы исполним госконтракт. Ну, в том числе второй вопрос. Как исполним госконтракт? Ну, про детские сады я уже говорил. Диспансер достроят. Посмотрите, что там построят. Будем, конечно, надеяться, что все хорошо будет. Но у нас масса примеров, когда сговор. Калининград, например. Хороший пример. Та же самая история. Строительство онкодиспансера, сговор с заказчиком, сговор участников между собой. Их там еще в Удмуртии поймали. Они все авансы получили, все объекты бросили. В Подмосковье такая же история. Там одно из местных министерств и строители. Тоже картель, тоже сговор с государственным заказчиком. Половина объектов брошена. Но закрыли глаза. Кто виноват и что делать? Кто виноват и что делать? На самом деле ответов здесь очень много. Начиная от того, что надо этот несчастный 44-й закон менять. Вот его приняли 7 лет назад. 8 уже. 83 федеральных закона о поправках в этот закон. Каждым из этих федеральных законов принималось несколько новых положений. Сотни новых положений. А потом, смотрите, под этот закон еще постановление правительства. А потом под постановление правительства разъяснение Минфина. И еще разъяснение ФАС. Буквально каждый месяц какие-то изменения. Это же катастрофа. Как заказчикам работать? И здесь их понять можно. Это вот я говорю про формальные нарушения. Вот про те самые акты там или протоколы, о которых вы говорите. Но по сговорам-то запреты с 2006 года. И они не менялись. Они очень понятны. Сговариваться компанией между собой нельзя о цене на торгах. И нельзя сговариваться с заказчиком об ограничении конкуренции. Два простых правила. Говорят, соблюдайте их. Тут ничего не менялось. Поэтому здесь уже вопрос к тем кадрам, которые всем этим ведают. Не боятся. Кстати, был случай, когда власти попытались вмешаться. Это речь от госконтракта на строительство водопроводов в Пригорске. Тогда всячески пытались не допустить одну фирму. Но посчитав, что хватит им уже выступать. Это был злополучный синодик. Да, да, да. Но это к вопросу об объективности Хакасского управления ФАС. Если взять версию, что они по какому-то, извиняюсь, заказу гнобят этот синодикор. Ну вот, когда он честно выиграл торги, иди строй на здоровье. Это показательный пример. В этом случае не задавались вопросом, как он выиграл. Наоборот, антимонопольная служба, получается, отстояла интереса синодикора. Да, правильно. Потому что проверили. Он выиграл честно. А если выиграл честно, то какие могут быть претензии? Ну, это вот к вашему вопросу про предвзятость управления. Где выиграл нечестно, там надо наказывать. Где выиграл честно, ради Бога, и ФАС поддержит. То есть нельзя же ставить клеймо на фирму. Если ты вот такой, то тебе нельзя участвовать в закупках. Тебя надо отовсюду изгонять. Ребят, работайте честно. Вот за то, что уже совершили штрафы заплатите. Вот по тем же фармацевтическим компаниям, которые участвовали в этом первом картеле. Они же все на рынке остались. Они заплатили штрафы. Штрафы большие, болезненные. Но надеюсь, что это все пойдет на пользу и больше не себя так вести не будут. Но они все работают. Поэтому здесь тоже нет цели взять и закрыть компанию, если она передумала и начала вдруг честно работать. Ради Бога, пусть работает. Опять же, в данном случае тоже честно выигранный контракт не гарантирует его честное исполнение? Не гарантирует, надо уже на стадии приемки работ смотреть, как вы его исполнили. Вы в одном из интервью сравнили группировку, которая сейчас действует, по вашему мнению, в правительстве Хакасии, с группировками, с которыми лично вы боролись в 90-е, будучи следователем прокуратуры. Не кажется ли вам, что вы передегивали эти факты, во-первых, а во-вторых, притягиваете, явно преувеличивая масштабы? Ну, смотрите, первое, там немножко не так было, не в правительстве, а за спиной правительства или под прикрытием правительства. А второе, чего было тогда, в 90-е? В 90-е же стреляли. Ну, стреляли, и убийства были вполне там заказные, и по вполне, иногда даже и политическим мотивам. Сейчас другое, время другое. Время другое. Тогда зачем сравнивать? Нет, но вот преступность та же, да, мы говорим про белые воротнички, да, и вот откровенных бандитов. Ну, одни заместились другими, хотя про госзаказ я вам сказал, да, там наоборот, там белые воротнички заместились на вот этих товарищей с большими судимостями. Ну, возьмите те же леса Хакасии, хотя и приговора нет, но это же целая правительственная структура. Вот зачем? Зачем это ОНО создано? Мы по всем другим регионам категорически всегда против монополизации конкурентных рынков. А по сути это под эгидой вот этого ОНО в лесах Акасии, да, произошла монополизация рынка. Монополизация никогда ни к чему хорошему не ведет. У нас вот при позапрошлом губернаторе Красноярского края, не при нынешнем и даже не при прошлом, Красноярская УФАС возбудила дело. Там был Красноярский лес. Похожая история с монополизацией всех лесных массивов и всех лесных запасов края, вот они договорились с определенной коммерческой структурой одну седьмую часть запасов леса Красноярского края, представляете, да, масштабы, пытались продать в Китай. Пресекли вот при нашем участии Красноярское управление, вот точно так же, как Ксения Александровна здесь, там вот покойный, к сожалению, ныне Валерий Михайлович Захаров это дело там довел до ума. Ну вот, штрафы, предписания, лес вернуть обратно, значит, уголовное дело, замминистра осудили, ну вот, которая во всем этом участвовала. Нынешний губернатор сделал что? Край лес продает на бирже. Это открытая система, там каждый кубометр виден проданный, кто продал, кому продал, по какой цене продал, вот любой может увидеть. Ну, можно, конечно, и на бирже смухлевать, но это априори потенциально открытая система. Как же заявление о председательной палате? О чем? О коррумпированной системе? Ну, вот смотрите, заявление, это как бы одна история, да, можно говорить о чем угодно. Я привык верить делам и фактам. Вот дело антивонопольное было, оно дошло до ума. Дело замминистра уголовное было, оно дошло до приговора. Кстати, нынешний губернатор, которого обвиняют в коррупции, именно он отправил этого министра в отставку. Именно он это все вывел на биржу. Кому-то, видимо, не нравится, что лес в Красноярском крае теперь продается открыто, в тихушку на пенечке там договор не подпишешь, да, и эшелон куда-нибудь там налево не толкнешь. Ну, это же можно было делать, когда это все подписывалось в кулуарах. Вот, судя по всему, это, скорее всего, заявление председателя счетной палаты вот из этой же темы. А председатель счетной палаты тоже далеко не последний человек? Далеко. Далеко не последний. Вот. Но она либо ошибается, либо у нее есть какая-то иная совершенно неслужебная мотивация. Ну, вот я говорю, я делом привык верить. Посмотрите, как продается лес. Посмотрите, вот я вам опять, если надо, пришлю ссылку на вот это вот антимонопольное дело. Все. Все-таки как-то у вас перекос, какая-то предвзятость чувствуется к нынешнему правительству Республики 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 Республики. Да нет никакой предвзятости. Раньше вы молчали все-таки, как ни в руки. Раньше вы молчали. Мы релизы писали. Вот, мы релизы писали. Мы все публичили. Количество дел антимонопольных в Хакасии я специально просил Ксению Александрову дать статистику. 16-й, 17-й, 18-й, 19-й год. Оно больше не стало. Оно больше не стало. То же самое количество дел. Собственно, все. Какая предвзятость. Ребята, вы работаете. И не давайте поводов. Таковая структура, как комитет по закупкам, но она же была чисто номинальная. Сейчас молодец. И я готов сказать, чтобы ученик, благодаря ему, последний оплот законности в государственных закупках республики существует. Существует. И мы проверяли, кстати, комитет по госзакупкам. У нас к ним вопросов не было. Хотя проверка прошла со стороны ФАС. Вопросы к заказчикам государственным. Комитет свою работу делает очень профессионально, качественно и добросовестно. Заказчиками беда. Это стимул совершенствоваться. С заказчиками беда. Это факт. Может быть, вы как старший товарищ в какой-то семинар бы провели? Давайте. Будем считать, что это предложение. Я готов приехать потом на базе Хакасского университета. На базе Хакасского университета, я думаю, с ректором мы договоримся провести нормальный, хороший семинар на несколько дней. Самое интересное, что мы такие семинары, я имею в виду, служба проводили по многим регионам. Когда нас губернаторы звали. Когда нас прокуроры субъектов приглашали и говорили, давайте мы всех соберем, мы там расскажем. Такое было в Казани. Такое было в Волгограде. Такое было в том же Калининграде. Но сюда нас никто не звал. А результаты там есть от этих семинаров? Ну, есть. По Волгограду дел меньше стало. В Калининграде вообще после этого вопросов особых не было. Деятельности правительства. Они там сделали очень серьезные выводы. В Казани намного, кстати, лучше с закупками стало. Оказали вообще в плане госзакупок. Один из самых продвинутых в стране и регионах. Так может взаимодействовать все-таки лучше, чем вот так вот в интервью обвинять в том, что у нас был выстречковый преступник. А ну она есть. Она есть, и я в этом уверен. И уголовные дела, которые сейчас там или закончились, или еще раз следуются, они же это все подтверждают. Генпрокуратура говорит об обратном, что в АКСе уровень коррупции снизился. Вы про статистику? Да. Да я про факты. Вот те дела, которые сейчас в производстве, они же не учтены еще, в статистике генпрокуратуры. Их учтут там когда-нибудь в 21-м или 22-м году. По статистике, на самом деле, штука очень инертная. Вот возбуждено дело, ну тоже дело Безо. В каком его? В 17-м возбуде? Конец 16-го. В конец 16-го. Когда приговор состоялся? В 20-м. В 20-м. Три с лишним года. Три с лишним года. И вот только тогда оно попадет в статистику. Но сам факт был когда? Так что когда-то в это все в статистику попадет. Ну то, о чем мы сейчас говорим. А на ваш взгляд, после 18-го года, есть какие-то подвижки в лучшую сторону? Ну я вам только что про комитет госзакупок сказал. Это единственное? Ну пока это вот единственное, что я вижу. Может это еще где-то есть, но это очень, видимо, глубоко скрыто. Вот поймите, система госзакупок сейчас, и мы специально этого добивались, я имею в виду, антимонопольную службу. Мы были инициаторами того, что все должно проводиться на электронных торговых площадках. Когда это проводилось методом молоточных аукционов или бумажных конкурсов, ну представляете, в кабинете чиновник стоит, молоточком стучит, вот ребята там в коридоре о чем-то договорились, зашли, протокол написали, все, концов не найдешь, протокол правильный, а дальше никто ничего не видел. Сейчас на электронной торговой площадке же видно все. Кто вышел, с какого компьютера, в какую секунду, какое ценовое предложение подал, какой электронной цифровой подписью контракт подписал. И дальше там порядка 50 параметров, по которым это все анализируется, причем сейчас уже и компьютерная программа у службы есть, которая вот этот анализ делает. И дальше тебе вот объективная картина всего, что произошло. Я вот вам пример про Дагестан расскажу. Глава республики Васильев пригласил нас разобраться, я имею в виду службу, разобраться, что происходит с госзакупками, в том числе и медикаментов, они там были в разы дороже, чем по рынку, как-то вот закупались, одни и те же компании выходили. Прокурором тогда был Попов, он как раз перешел из Хакасии и перешел туда. И мы с ним очень успешно просовещались и отработали здесь вот эту вот историю с закупками медикаментов. И продолжили потом, вполне успешно продолжили в Дагестане. Мы, не выезжая из Москвы, я поручил, и у меня ребята посмотрели, что там с закупками. И вот мы видим такую картину, они приходят показывают, смотрите, вот компьютер, вот IP-адрес этого компьютера, вот с него государственный заказчик, Минздрав, разместил госзаказ. Ну хорошо, вот электронно-цифровая подпись, в которой этот заказ подписывал. Это подпись одного из сотрудников, ну флешка с подписью одного из сотрудников министерства. А вот смотрите, пять фармацевтических компаний подают заявки и ценовые предложения. Вот IP-адрес, вот электронно-цифровая подпись, и они оформлены на сотрудники компании. Я смотрю, так это же один IP-адрес. То есть с одного компьютера размещают государственный заказ, подают ценовые предложения, ну не торгуются, понятно, между собой. Но самое интересное, что с этого же компьютера обе стороны подписали госконтракт, а потом казначейство оттуда же еще оплату произвело. Опять с этого компьютера. Это все видно. Это все выдает электронная торговая площадка. И, смотрите, наше дело было потом приехать туда, установить, где эта компания находится, прийти в офис, и вот он стоит, компьютер, вот коробочка, значит, с этими флешками, с электронно-цифровыми подписями. Вот товарищи, которые сидят, и эти флешки вставляют. Но если он сам разместил госзаказ, сам этот госзаказ выиграл, он сам себе оплатил, то представляете, какая была, начальная максимальная цена. Вот начальную максимальную цену формировали, вот сколько мне надо, столько и будет. Коммерсанты все делали. Антимонопольное дело, штраф, большой штраф, уголовное дело, министра здравоохранения привлекли, привлекли, не знаю, дело в суд ушло или нет, не готов сказать, я про уголовное, антимонопольное, все, мы там отсудились, и они все штрафы выплатили. Вот один из этих товарищей, вот он во время, когда увидел, что мы нашли вот эти флешки, и все вскрылось, он вышел на самолет и в Дубае. И до сих пор там? Наверное, до сих пор там. А Росгвардию за капусту так и не привлекли? Ну, Росгвардию не мы ее. Мы не мы ее проверяли, не мое подразделение. Росгвардия, насколько я помню, она как единственный поставщик закупала. У единственного поставщика закупала. Немного другая история. Ну, если говорить про федеральную структуру, ну, Росграница, пожалуйста. Заказчик, руководитель Росграницы, подрядчик строительной компании, строительство погранпереходов, сговор в результате руководителя Росграницы. А это федеральное агентство, это фактически министерство, был отстранен от должности, сбежал, прятался в Италии, его экстрагировали, осудили к лишению свободы. Ну, а, соответственно, монопольная служба штрафы наложила, и причем тоже штрафы большие, там, десятки миллионов рублей. Вот тут бесконечно могут эти сюжеты рассказывать, но вы-то видите только свое родное, и говорят, ой, а у нас-то смотрят. Да нет, все то же самое происходит с одинаковой, вот с абсолютно одинаковым подходом происходит в других регионах. И вот я представляю, как меня там в той же Челябинской области очень сильно не любили, куча была всяких жалоб, чего там только не было, и давление огромное было, ну, спокойно довели дело до конца. С Иркутска, ну, в Иркутске, ладно, там особых жалоб не было, но, честно, губернатор не старался это все там развить в конфликты, перенести на личности, но, тем не менее, все равно никто нас за это не любил. Точно так же, как и в других регионах, где мы чего-то делали. Регионов таких много, правда? Поэтому у нас и задаемся постоянно вопросом, что акцент почему-то именно на... Да нет, нет акцента на Хакасии. Мы ровно точно так же, про каждое наше антимонопольное дело, касающееся любых органов власти, будь то власть федеральная, будь то власть региональная, мы обо всем этом сообщаем, сообщали, по крайней мере, сразу. Только возбудили дело, вот он, пресс-релиз. Только вынесли решение, вот пресс-релиз. Только вынесли решение о штрафе, вот пресс-релиз. Но что я вам могу сказать? Откройте, откройте, все на сайте антимонопольной службы, вот все есть. С датами, с фактами. Ну, вам кажется, что вот свет клином сошелся на Хакасии. Не сошелся. Вы говорите о соблюдении законности, но сами посчитали, что вас в воле незаконно подали в суд. Это ваш не первый уже иск о восстановлении на работе. Ну, смотрите, не совсем так. Но если говорить про первый иск, то там была совершенно другая история. Я избрался депутатом, а в соответствии с законом служба в прокуратуре должна была быть приостановлена. Но прокурор республики тогдашний посчитал, что тогда шло сокращение штатов, что надо было уволить, и должность моя была сокращена, и надо было уволить по сокращению штатов. Там сюжет был интересный, потому что мне предложили должность полуисследователя в Арджиникидзевском районе, еще где-то там, что меня совершенно не устраивало. Говорю, ребята, подождите, а вот прокурор Трофимов ушел, вакансия, я по всем квалификационным требованиям подхожу, мне 30 лет есть, 5 лет стажа у меня есть, высшее юридическое образование есть, предложите мне должность прокурор республики. Не, ну это была не шутка, это было серьезно, и формально я был прав, но собственно судьба моя была решена после этого сразу. Службу не приостановили, сократили, ну отсудились, выиграли собственно и все. А сейчас давайте сейчас раньше времени мы тоже... Но решение уже было, да? Да, но решение было, сейчас апелляция, посмотрим, чем все закончится. Но я уверен. или изменение формулировки... Восстановление. То есть... Восстановление. В должности начальника управления по борьбе с картелем. Посмотрим, чем все закончится, потому что я уверен в своей победе и в своей правоте это точно и однозначно.